Наш волк неплохой, он просто не нашел себя в этом мире, из плохих привычек он геймер, в 2021 году. Перепишите, подключайтесь в подписчики, вот так скажу. Короче, подписывальщики организуйте, подписывайтесь с бубенцами, чтобы звенели, и смотрим. Давай, Акар, удивляй. Поехали. ЗАИЦ, ты опять выходишь на свет, смотри. Запреты нового 3дшного, ну погоди, как теперь нельзя курить и бегать за маленькими схлами? Ой, ну на самом деле, на самом деле, вот конечно так, если подумать, много странного было в старой версии, да. ЗАЙЦАМИ, как вместо... Ну, блин, какая, кому, как, как, вообще, пухер абсолютно. Душа была там, вот что там было самое главное, сердце и душа. ...бой борьбы волка и зайца, нам подсунули нездоровую озабоченность косулей. Тогда оставьте меня, никому не позволено смотреть, что я буду делать. Это, это не Старый Человек-паук, или это был Старый Человек-паук? Мне кажется, каждый раз, когда показывают старые мультики, я здесь всегда говорю, эй, когда мы смотрим что-либо, это все такой, а это Старый Человек-паук. Ну, нет, по-моему, нет, что-то я не понял, откуда это было. Путь прошли персонажи, ну погоди. Как герои лишались цвета, как одного зайца подменяли на другого, и к чему в результате пришли? Сегодня мы во всем разберемся после сообщения от спонсора. Ха-ха, после интеграции. Перевожу на наш кривожубо-крестьянский язык. Реклама. Все, понятно, интеграция. Хорошо, смотрим. Денег нет на ноутбуке, акр. Дай ссылку, где взять деньги, и я по твоей ссылке оформлю на ноут. Не вопрос. Подробную информацию про массовый сдряв. Массовый. Мне нравится, что у акр всегда массовый сдряв. Кажется, что создателям всяких творений лучше вообще ничего не комментировать. Когда в сети появился трейлер нового, ну погоди, и многим он не понравился, создатели решили... О, те старые добрые времена, когда было видно. ...чуя усугубить свое положение. И выделили в себя вот такой комментарий. Наш волк неплохой. Я... Он просто не нашел себя в этом мире. Из плохих привычек он геймер. В 2021 году в мультфильмах, конечно же, нельзя распивать спиртные напитки и прикуривать. Это странно. С одной стороны, они вроде в одном предложении, знаете, совместили. И правильно, и какое-то странное в целом. То есть, конечно, про то, что курить, не курить, вот это все. Конечно, конечно, конечно. Понятное дело, что сейчас такого не покажут, и сейчас такое, в принципе, невозможно увидеть и даже представить. Но... Первая часть этого сообщения про геймеров... Котенка и гоняться за маленькими мальчиками, к сожалению. Но, конечно, сравнить курение и гейминг, это гениальное решение, чтобы еще сильнее разозлить аудиторию. Что-то на уровне... Ну, на самом деле, это странно. Это что такое? Смотрите, там шприц нарисован. Ну, логотипчик такой. Там нарисована консолечка. Это, по-моему, четвертая половичка, кстати говоря. И бутылочка непонятно-непонятно-содержимая, возможно, с каким-то лимонадом. Не знаю. Ха, интересно, что они в одном ряду стоят. Ну, ладно, хорошо. Интересно, что найди, что общего между этими тремя вещами. Всяких бесконечных сюжетов на ТВ, про то, что компьютерные игры виноваты во всем на свете. Забавно, создатели активно говорят про то, что они ориентируются на молодую аудиторию, но при этом живут стереотипами о том, что играть в игры... Мне кажется, они ориентируются на очень молодую аудиторию. Мне кажется, то, что сейчас выходит абсолютно, этот ремейк, ну погоди, это все-таки уже история. Если старый мультфильм, он такой идеальный для просмотра, наверное, и взрослого, и невзрослого. Ну, то есть, блин, мы все смотрели его, и не во взрослом возрасте мы его смотрели. И нормально было что-то. Кто как вырос, кто курит, кто не курит. Ну, сигарет я имею в виду. Все по-разному. Я не думаю, что мультик на это прям сильно повлиял. Но, тем не менее. То есть, я помню, допустим, сцену, где там этот волк просто с кучей сигарет вот прям ходит, у него во рту пункт этот эпизод, уже не помню какой. О чем конкретно он был, но я вот прям, мне запечаталась, запечаталась вот эта история, где у него куча сигарет, он всех выкуривает. И что, я вообще не курю. Абсолютно, то есть, типа, вообще к сигаретам не прикасаюсь. Курить вообще не нравится. Поэтому, не уверен, что это так работает. Но, но, что я хочу сказать. Что то, что сейчас делается, оно ориентировано именно вот на исключительно очень маленькую аудиторию. И это надо понимать. То есть, это мультик не для тебя, не для меня, не для таких старых дедов. Ну, ты, конечно, моложе, ты, конечно, прекраснее. Но, тем не менее, не для нас, не для нас. Вот, для совсем вот таких малюточек. Ретная привычка. Но перед тем, как мы рассмотрим новое, ну погоди, поймем, так ли все плохо, или люди опять страдают синдромом, раньше было лучше. Давайте погрузимся в историю этого мультсериала. Существует две легенды происхождения. Я охренел, когда узнал, сколько всего эпизодов. Ну, погоди. И сколько времени они делались. Говорить не буду, можете сами посмотреть. Ну, либо сейчас намакер расскажет. Вечного противостояния волка и зайца. Первое заключается в том, что советский лидер Никита Хрущев поручил создать ответ американскому Диснейленду. Кучка, ну мать ему показать. Блин, так как в Диснейленд попасть, ребят, а вот прям пальчики поставить и высь напишите в комментарии, кто с детства мечтает попасть в Диснейленд. Вообще в настоящий. Есть, они же в разных местах есть. Есть, по-моему, в США, есть во Франции, есть еще, по-моему, где в Диснейленд. Или только во Франции. Но вот во Франции, я считаю, не по-настоящему. Если ты побывал в Диснейленде во Франции, такой, типа, ребята, я был в Диснейленде во Франции. А ты не был в Диснейленде, успокойся, ты был во Франции. Диснейленд не во Франции. Это не настоящий Диснейленд. Вот в США в Диснейленде побывать. Наверное, мечта каждого, кто, ну вот прям, по крайней мере, вырос на всех этих мультиках и всем остальном вот этом Диснейевском. Почелось. По второй версии, ну, погоди, изначально было социально. Вообще, я уверен, что там не так уж и прикольно, на самом деле. Ну, что-то мне подъездить, что в моем возрасте, придя туда, ну... Нет, я, конечно, наверное, восторг бы испытал. Мне кажется, в любом случае, восторг бы ты испытал, если прям, то есть, ты прям с самого детства думаешь о том, что... Попасть в Диснейленде, если попадешь, то ты в любом случае, в каком бы возрасте ты ни был, ты даже в 60 лет хоть попади туда, и все равно восторг испытаешь. Но, объективно, наверное, там ничего прям такого суперкрутого нет. Суперкрутого, но... Все равно хочется. Заказом на тему, как научить старших детей не обещать маленьких. Чуть, я еще немного отвлекаюсь, говорю. Как или иначе, были выбраны персонажи Заяц и Волк, что было нелегко. Ведь в какой-то момент рассматривался даже вариант Лиса и Заяц, как главные герои. Можно сказать, что Зверополис мог появиться гораздо раньше и быть частью могучего Советского Союза. Наш ответ. Зверополису. Ну, погодите. И среди черновых вариантов присутствовала даже вежливая, ну, погодите. Ну, погодите. Думаю, в этом варианте Волк тоже хотел съесть Зайца, но первый при этом мыл руки перед едой, а второй элегантно желал ему приятного аппетита. В начале герои появились... Все происходило в Петербурге. ...вы журнала «Веселая карусель». На дизайны явно не приглянулись и были переработаны. Но что осталось на месте, так это страсть Волка курить... Ну, как-то жутковатенько, слишком уж по-хопарски выглядит, на самом деле. Прям волчара, это не Волк, это волча. ...сигареты. Забавно, что при всех разговорах о том, какая в советской мультипликации была цензура, в то время никто не заморачивался на эту тему. Да? Это... Это забавно. Ничего страшного. ...в времена, когда можно было спокойно соприкоснуться своей сигаретой с чужой сигаретой. Даже такое. Боже мой, как ты романтичный. О, эти времена. Ну, никого не осуждаем. Да и вообще советский, ну погоди. Еще и я бы натопил за бодипозитив. Ведь тут даже была свинья с небритыми подмышками. О, какие-то флешбеки сейчас происходят. Кми. Ну что, ее тело, ее дело. Короче, все настолько прогрессивно. У меня один вопрос. Нужно ли будет лицензурить эту свинью? Знаете что? Да! Ответ на этот вопрос, как ким бы он странным не казался, нужно будет. Потому что проверяет система автоматическая Ютуба. И она увидит вот этот вот абузхалтер. Я специально так говорю даже. И наверняка определит его как дечито противозаконное. Поэтому каким бы странным не казалось. Да, я цензурил свинью в купательнике. Как я до этого дошел? Это другая история. Ладно, все, давай смотреть чуть-чуть. Что волк делает целый до придумывания смартфонов. Как и свои американские аналоги, волк и заяц не отличались страстью к разговорам. Заяц зачастую вообще обходился без слов. А вот волк даже со своими немногочисленными репликами говорил больше, чем планировал. Кроме того, для людей, которые постоянно задаются вопросами в комментариях, ну как там, не так много людей, но в целом иногда появляется, что типа, что-то я цензурил, что-то я цензурил, что-то я цензурил. Ребята, я это не просто актензурил. Я не супер там кайфую, что типа, о, сейчас все цензурю, вообще все просто уберу, чтобы непонятно было. Я же это не специально делаю. Моя будь воля, я бы вообще ничего не цензурил, говорил как есть, ничего вообще не менял бы. Но для меня это время отнимает вообще так на секундочку. Поэтому не моя прихоть, не моя прихоть, поверьте. То есть есть какие-то слова, которые могут вам показаться абсолютно безобидными, в том плане, что ну и что, это даже не матчерное слово, вообще обычное абсолютно. Но вот есть такая вещь, как система автоматическая, которая проверяет. И она все-таки некоторые слова, которые казались бы нам с тобой, казались бы какими-то такими обычными, да, может быть, повседневными. Она вот определяет их не совсем повседневными, и поэтому приходится аксезурить. Поэтому вы уж если слышите, вы знаете, что на то есть причина. На то есть причина, не моя, не мой какой-то там прям, это не мой прям какой-то прикольчик. Например, вот эта фраза. Ну, сумадан, погоди! Это чистая импровизация актера, которую решили добавить и в финальный вариант мультфильма. Но при ограничениях героев на бурной идеологии, им никто не запрещал петь. Но я не унываю. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Типовая серия. А нельзя смотреть, ну, погоди, да? Я бы, блин, записал реакции, ну, погоди. Мне кажется, это было бы здорово. Но, наверное, авторские права не дадут. Хотя лично мне больше нравится вот эта композиция. А там много композиций было, на самом деле. Звучит как типичный текст рэперов новой школы. И туда приедали время. Да, кстати, о музыке, ну, погоди. Возможно, вы, как и я, наивно думали, что вот эта музыкальная тема... Была написана специально для мультфильма. А вот нет. Это произведение венгерского композитора Тамаша Деака под названием «Водные лыжи». А, прикольно. В общем, молодцы умудрились договориться с венграми. Я думаю, они не договаривались. Ну, возможно, нет. Ну, как бы договорились, но венгры об этом не знали. Автор музыки только несколько лет назад узнал, что его мелодия для миллионов людей ассоциируется с каким-то там мультфильмом «Пробовка и Зайца». Забавно, что все топовые комментарии к этой песне на ютубе забиты исключительно русскими сообщениями негодования. Вообще, ну, погоди. Ты что это из нашего, ну, погоди, украл? Пачками резали зарубежную музыку. И часто совсем не запаривались на тему авторских прав. Тогда даже такого термина, такого непонимания, такого не существовало. Авторские какие-то права. Господи, взял, использовал, нормально все. О, времена железного занавеса. Да. Считается, что классический «Ну, погоди» заканчивается на 16-м выпуске. 17-е и 18-е являются уже представителями эпохи 90-х. Это что, я этого не видел? Я не уверен, что я вот эту конкретную серию видел. Ну, а честно говоря, в детстве я не улавливал какой-то разницы между ними. Сейчас же, ну, да, она видна. Наличие рекламы, интегрированной в сам мультфильм, как бы намекало, что наступила эпоха капитализма. И теперь, ну, погоди, может выживать только так. Да и то его надолго не хватило. А вот что я вообще не смотрел, так это вот эту штуку. Социальные ролики 80-х, где волк и заяц почему-то обделены своими... Я, на самом деле, не уверен, что я прям все эпизоды даже видел, ну, погоди. Ну, то есть, их же как... У нас же тогда не было интернета, ребята! Мы просто смотрели, что показывают. И не уверен, что я прям все застал, все эпизоды, начало от аду я. Не уверен. Стандартными цветами. Я поэтому пересмотрел бы. Если волк вроде все же похож на себя, то с зайцем как-то все совсем туманно. Я не уверен, что это вообще тот самый. Возможно, наш волчара, понимаешь ли, изменяет своей стандартной жертве. И вот как после такого вообще верить в любовь? Короткие истории проповедовали мораль о том, что нужно... Другого зайца себе нашел. Такое, значит, волк. Ну, понятно, ясно. Давай, иди. Наберечь воду, электричество, еще раз воду. Экономьте воду. Экономим воду. Не трать воду по-непрошенному. Такие послания кривожубым крестьянам. В целом, возможно, сам дизайн мультфильма говорит нам о том, что нужно бережно и экономно относиться к самой эмоции. Не, ну, правильно, правильно. Поэтому тут все выглядит так бедно. Со временем в этих коротких мультиках появились краски. Хороший посыл, на самом деле, конечно. Что, во-первых, подтвердило, что заяц, походу, все же другой. А во-вторых, возможно, этот заяц был прообразом Барта Симпсона. Удивительно, но в рамках этих мультиков посыл, по сути, частично повторялся. И было сделано, например, два сюжета про то, что нужно закрывать кран. Их трое, вообще-то. Возможно, в то время... Забавно, что именно этот посыл такой шел, да, как бы, в мультике. Особенно меня радует, что один из этих мультов на ютубе идет под названием Ванна мультфильмы для взрослых. 18 тысяч... Ну, что, не так много. Слушайте, а можно все-таки реакцию-то снять на «Ну, погоди», я вот прям задался теперь этим вопросом на серьезном уровне. Еще были небольшие мультики от творческого объединения «Экран», где офигеть не встать, был кроссовер с щебурашкой и геной, где они просто вместе побегали и ничего... Кроссовер. ...не сказали. Замечательная трата потенциала. В нулевые вышло два новых эпизода «Ну, погоди», которые обычно принято не любить. Но лично у меня к ним нет такого отношения. Они просто никакие. Видно было, что сценаристы хотели сделать что-то в духе старых мультфильмов, но без какой-либо фантазии. Максимум... А вот и он, еще один Шпайгермен. Хе-хе-хе-хе. Их креатива выразил Соболки, что... Мультивселенная безумия. И его тело тоже его дело. Мне нравится, как в конце мультфильма в титрах написано следующее. Создатели фильма старались сохранить полюбившиеся зрители интонации любимых актеров. Типа, ну, ребята, мы же стараемся... Ну, это достаточно мило. А что такое? Достаточно мило, что они об этом написали, по-моему, нет? Ну, вы что, не судите строго. Ну, в целом... Ну, не-не-не. Мне кажется, почему-то мне это показалось милым. Типа, ребят, мы старались сохранить все. То есть мы, типа, бережно относимся к оригиналу. Это достаточно милое послание. Сказал, что это детище как-то плюет в наследие. Ну, погоди. Тут нет какой-то глобальной... Если кто-то думал, что оно плюет, вот то, что вышло по тем... Ха-ха, вас ждет сюрприз, потому что сейчас нам расскажут про последний, новый, вышедший как раз-таки сериальчик, мультик. ...переработки. Чего не сказать про новый мультсериал. В отличие от версий нулевых, которая пыталась подвязать себя... Да и она, на самом деле, визуально выглядит как старая. Ну, то есть, типа, стиль тот же, по крайней мере. Учитывала нумерацию и делала заставку в таком же стиле. Да, да. Но, ну, погоди, к его чести, абстрагируется с самого начала и дает нам новую динамичную заставку, которая... Ну, слушайте, заставка, кстати, неплохо выглядит. ...скажу пока лучшее, что есть в рамках этого мультсериала. Да, нормально выглядит. Заставка оформлена в разнообразном... Прямо хорошо. ...который в процессе меняется. Прямо хорошо. А, неприкольно. Слушайте, заставка прям очень крутая. Заставка очень круто сделана. В разных стилях. Да. Было бы круто. А идеи очень хорошие, кстати говоря. Чё они так как-то... Вроде лежит на поверхности. А, мультсериал. Я думаю, найдутся зрители, которых откровенно выбесят новомодные элементы, типа гироскутера у косули или эйрподсы у ежа. Да нет. Но эти вещи просто являются частью окружения. Ну, да. Это вам не новая простоквашина, где... Ну, это уже такое брюжание бумерское чисто, если такие вещи раздражают. Типа, чё? В первой же серии нам просто в лоб открыто орали про то, что ууу, в простоквашина теперь есть интернет. Вы заметили? А неважно мы всё равно вам напомним. В общем, я не вижу в современных гаджетах проблему. Лучше поговорить о другом. О смещении акцентов конфликта героев. Если ядро классического, ну погоди, строилось на понятном конфликте, волк хочет сожрать зайца, и у него вечно не выходит. Ну, вроде как хочет сожрать, но при этом у него почему-то не получается. То тут создатели пошли на знатные инновации. Теперь волк хочет любви. Ну, или просто физической близости. Впрочем, сообщество... Оу. Оу. Людей, что стремительно начали делать горячие рисунки по вот этой вот косули, явно не будут это осуждать. Только аккуратнее в гугле. Вам может не понравится то, что вы найдёте. И так волк... А найдём много. Смотрим на косулю. Но тут оказывается, что она больше заинтересована зайцем. Да, похоже тут у нас люб... Треугольник? Треугольник. Повный треугольник. Господи, чё за бред. Да, вот такое пространство для конфликта. И, честно говоря, это вызывает у меня забавные ассоциации. Блин, в старом мультике они, знаете, как будто были такие... Ну, понятное дело, что они вроде как были врагами, но с другой стороны они были бро. То есть, это такие прям отношения были между... Бро. А сейчас, получается, уже не бро, уже есть... Третье звено в этом во всём. Немного отойдём от темы. Это известный супергерой Бэтмен, а это его помощник Робин и дворецкий Альфред. Вас ничего не смущает в них? А вот психолога Фрейдрика Вертома в 50-х явно смущала. В смысле? В своей книге «Свращение невинных» он писал следующее. Истории вроде Бэтмена могут стимулировать детей галлютальным фантазиям. Природа... Что? Как это вот прям взять? Надо сейчас умудриться. И вот прекрасный мультик, который вот сейчас вызывает, как только ты видишь кадры из этого мультика, он вызывает такие тёплые у тебя ощущения. Хорошие. Ты понимаешь, что это прям такой крутой мультик про Бэтмена. Вообще абсолютно. Это как... Ну вот как про Человека-паука старый мультик показать или ещё что-нибудь. Как можно взять вот это сейчас, да вот взять... Извратить просто за одну секунду. Извратительный человек. Комиксовое трио обвинили в пропаганде неизвестных отношений. И чтобы как-то оправиться от удара, что нанесла книга Фрейдрика, в комиксах были сделаны следующие изменения. Альфред умер и был заменён на женщину. А в сюжете про Тёмного Рыцаря появились такие персонажи, как Бэтгёрл и Бэтвумен. Чтобы точно показать, что всё кет... Не переживайте. Какая чушь. Блин, ну это какая-то жесть. Можно у меня шиза, но я вот задумался, а не может ли быть аналогичная ситуация в Ну Погоди. Ну знаете, отношения с Зайца и Волка могли вызвать вопросы. Это одержимость... Ни разу не вызывали. Ни разу не вызывали. А вот до этого момента, как я сейчас вот прям Акар это озвучил, ни разу даже мысль, вот прям даже крохотулечка мыслищички не подкрадывалась мне в голову о том, что что-то подобное это может означать. Я один такой дурак, который об этом не думал, нет? Или нас много? Эти страстные танцы со своей, казалось бы, жертвой. Момент, где Волк дарит Зайцу цветы. Оглядываясь на это, не могу... Да и что ты как-то... Во-первых, мы всегда не знаем... Мы на самом деле... Вот я сказал про отношения бро, но я имею в виду не обязательно парни там с парнем, я имел в виду в принципе такие как бы дружеские отношения. Вот это я имел в виду. Потому что мы же, по-моему, не до конца знали всегда, когда смотрели Зайцу, как бы парень или не парень. То есть всегда казалось, что он может быть и парнем, и девочкой, или и кем-то еще другим. Скажу я так вот сейчас. Но тем не менее. То есть это всегда было под вопросом. Но то, что у них дружеские отношения, то есть как бы вражеско-дружеские отношения, вот это всегда... Никогда не было под вопросом. Ну, по крайней мере, для меня. Косуля появится в новом мультфильме чисто для того, чтобы... А кто мы, Жерю? ...вольность волка. Но учитывая этот комментарий про то, что теперь нельзя гоняться за... ...чеками, и в свете недавних тематических скандалов, все возможно. Вообще, в новом мультфильме технически даже не волк начинает противостояние. Все из-за Зайца. Его стрела в самом... Блин, кто вообще... Вот я не знаю, зачем взрослые люди берут и придумывают какие-то смыслы, которых нет. Дети, которые будут смотреть... А это мультфильм детский, как бы... Он для детей сделан. Так, на секундочку. Да никто из детей вообще ничего подобного не будет закладывать заранее. Это так странно. ...вначале попадает в волчару. Пускай и случайно. Не является ли Зайц скрытым агрессором? Ну а что вообще-то... У тебя не в агрессорах! Дети это будут смотреть! Никто не будет задаваться такими вопросами. Я не понимаю, для каких детей, по мнению там всех остальных, этот мультик вообще делался. То есть для кого конкретно? Для каких-то детей вундеркиндов, которые будут сидеть и... Чё? Чё именно? Разбирать, анализировать, собирать по крупицам, что значит вот это, что значит цветочек на заднем плане, а вот цветочек был розового цвета, а это не просто так. Что? Касается структуры нового. Ну погоди. Странно, странно. Ну это вполне себе стандартная буфонада. Только как по мне слишком приземлённая. Тут есть сцены, где волк попадает в баскетбольную корзину, прыгает на батуте и всё в таком духе. Ну нормально чё. Давайте взглянем, например, старого. Ну погоди. Там мир анимации использовали на полную катушку. Да, там прям... И не стеснялись сюрреализма. Например, в моменте... Ну я говорю, там вот как раз это был такой мультик, который взрослые могли смотреть абсолютно спокойно, мне кажется. Из волка вываливаются ноты. А здесь все эти прыжки и падения... А вот это тяжело будет взрослым смотреть. ...смотреть как что-то максимально банальное. То, что мы можем увидеть в стандартной семейной комедии. Но, к чести, сказано в других сериях с фантазией получше. У волка двоятся руки, когда он пытается отпросить все предметы. Его преследует квадрокоптер, после чего много таких устройств крутятся вокруг его головы, как звёздочки. Вот почему не с этими моментами правообладатель решил выложить серию на YouTube. И да, если кто-то наивно считал, что любовь к косуле это была завязка только для вот этой серии, то оставьте надежду. Это, походу, красная нить всего сериала. И тут мы сталкиваемся с глобальной лично для меня проблемой. В то время как волк с голосом Гарика Харламова в целом работает как персонаж, Заяц максимально обезличен. В классическом мультике эти двое были центром всего, а другие персонажи проходили фоном. Ну да. Вот вам типичная завязка нового Ну погоди. Волк пытается произвести впечатление на косулю, из-за его тупости он получает люлей от бегемота, падает, роняет свою колонку и по ней случайно проезжает Заяц на велосипеде. Волк этим недоволен и... вскоре он опять бежит к своей косуле. Понимаете, Заяц здесь это просто персонаж, который, ну, случайно мимо проезжает. По-моему, это какой-то обман. Заставка говорит... Хе-хе, какой-то обман! Блин, я, на самом деле, так же... Ну, как-то, ну, не так же, но я, короче, как-то скептически, конечно, отреагировал, когда увидел именно трейлер нового мультика. Такой, чё это, ребята? Все, кто помнит старый мультик, но... И в Телеграме у себя написал тоже. И, ну, я, на самом деле, понял, что, ну, это мультик, который предназначен для... Для маленьких. Для малюточек. Для малюточек. Поэтому давайте... Давайте не будем вот сейчас в это встревать, то, что предназначено для малюточек. Это не для нас. Не для взрослых, бородатых, мужиков. Хе-хе. Не для нас. Не для нас, понимаешь? Это для маленьких малюточек. ...первостепенности борьбы волка и зайца. Поэтому... О том, что они основные персонажи. А из содержания самого мульта у меня не складывается такое... Из того, что я вижу, для малюточек это абсолютно прикольный, нормальный мультик. Даже, наверное, веселый. Впечатление. Я вообще не понимаю, зачем на озвучку этого зайца взяли Дмитрия Хрусталева, если в основном его реплики сводятся к такому. Оригинальный зайц хотя бы пел. А тут просто что-то нечленоразделие. Ой, да ладно, а волк как будто там прям совсем... У него монологи-диалоги, да? Ну, то же самое, по сути. И дело не в том, что Бу-Бу-Бу в оригинале было не так. Отходить от привычного нужно с умом. А тут ни сам новый заяц, ни другие герои, даже если все соединятся в одного персонажа, не смогут конкурировать с харизмой старого зайца. Героев стало больше, но больше не всегда лучше. Я, конечно, согласен с тем, что старый мультик неповторимый, и что он намного прикольнее, намного сложнее. Опять же, его могут и взрослые, и малючки смотреть. Но просто новый мультик сделан под определенную целевую аудиторию. И все. И все. Этим все объясняется. Как мне кажется. У нас здесь относительно харизматичный волк, и персонажи, которые не представляют из себя толком ничего. Да даже волчаре плевать на всех, кроме косули. А может в этом задумка? В такое время мы живем. Знаете, бывает, что дружили вы с чуваком. Да, иногда ссорились. Да, могли проскальзывать сложности в отношениях. Но все равно было видно, что вы отличный дуэт. А потом появляется девушка, и все. Дружба, или в данном случае вражда, дала течь. Теперь волка интересует только его косуля. А заяц почти всегда способен вызвать внимание, только если мешает волку подкатить к этой самой косуле. Ну, тоже сюжет, что внедрили новые персонажи, по-другому посмотрели. Не, не знаю, не вижу ничего прям такого в этом. Всегда можно пойти посмотреть старые мультики. Потому что если бы вышло что-то... Понимаете, оно вот просто, если взять условия, в которых мы сейчас живем, в том плане, что вот какое у нас сейчас время, и скажем так, тенденции, вот это вот все, повесточки и прочее, ну, все в целом. Все в целом, если взять, то, ну, невозможно сейчас представить, чтобы выпустили нечто, вот как был старый мультик. Чтобы все было вот так, как в старом мультике. Невозможно представить. Мне кажется, это просто нереально. Поэтому, ну, для нас есть вариант. Пойти посмотреть старый мультик, эти 18 эпизодов, или сколько там, 17-18, а малюточкам, современным, оставить вот эту новую версию. Ну, не отменяя, что и старые тоже можно смотреть, наверное, но это уже, как бы, на совесть родителей. Я тут уже ничего не скажу. Или только, когда волку нужно, победив зайца, доказать, что он достоин, опять же, косули. Но если с этой стороны посмотреть, то драма выходит неплохая. Драма. Ну да. Да, ну да. Ну, то, о чем я говорю, Акред, на самом деле, адекватно абсолютно оценивает. То есть, обычный мульчик. Обычный мульчик современности, скажем так. Детей, который затеряется на фоне таких же. Да? А ведь Союзмультфильм мог бы воплотить идею для финала, которая была у режиссера оригинального Ну, погоди. Волк и Заяц не знаю, мог бы. Детей, помирились, и вот Заяц приходит в гости к Волку со своими зайчатами. У Волка есть видеомагнитофон. Все и собрались посмотреть приключения от собственного... Так вот, прикол, видите, в чем, то есть, это бы обрадовало бумеров типа нас. Нас бы это обрадовало, конечно, все такое. Но малюточки не поняли бы. Малюточки современные, современное поколение. Оно бы включило такое, что происходит? Что это такое? Они старый мультик-то не видели, допустим. Они такие, что это продолжение? Это продолжение вообще чего? Я не понимаю. Поэтому нас бы это, конечно, обрадовало, и было бы прикольно, если бы у нас кто-то думал. Но давайте будем смотреть правде в глаза. Семейств в их молодые годы, а зайчата непростые. Непростые. Один панк, другой металлист, третий рокер. А рэпера нет, я не понял. У Волка же всего один сын, и тот интеллигентно играет на скрипочке. Зайчата задевает волчонка, и между ними возникает конфликт. Звучит вся... Конфликт родителей перешел на новое поколение. Так интереснее, чем осуществленность косули, но что имеем, то имеем. Ну а с вами был Акр, пишите свое мнение про новые, ну погоди, в комментарии. Советую посмотреть мой... Это было интересно, слушайте, это было на самом деле интересно, поэтому понравилось, ребята, не забывайте ставить пальчики ввысь, и будем смотреть Акр дальше, для меня это основной показатель, что вам это интересно. Много говорил сегодня, сорян, если что, ну как-то вот прям, это все-таки, ну погоди, родное, и сказать есть чего, есть, естественно, мысли, ну на то оно и реакции, что можно посмотреть, поговорить, поделиться, и вас послушать в комментариях. Так что пальчики ввысь ставьте, спасибо большое всем, кто не забывает это делать, ссылочка на оригинал внизу, подписчики организуйте, подписывайтесь с бабинцами, и комментарии тоже обязательно пишите, там типа, напишите в начале комментарии, в конце комментарии, там от 5 слов, от 6 слов, вот это вот все, чтобы, ну чтобы, короче, продвигалось все это, и нормально все было. Спасибо огромное, кто это делает, все увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь